Катрены Создатели Закончилось полугодие, пора подумать. Неопределенности не должно быть долго. Надо какую-то сторону принимать. В неопределенности нет никакого толка. 18 лет ожидания – длинный срок. Россия так и не услышала слова Бога. Союз развалили, экономика упала на бок. Неожиданные для страны оказались итоги. К власти пришел криминал, одетый в пурпур. Лозунг общий – обогащаться. Деньги воровать был главный упор. С грабителями страны пора разобраться. Страна скатилась в безбожие. Даже религии ударились в бизнес. Люди поняли гораздо позже, какой ограбленной стране грозит конец. Через 30 лет пришло, наконец, осознание, что жить так больше нельзя. Что власть – это за грехи наказание. Люди не поняли, какая их ждет стезя. Страна у разбитого стоит корыто. Восстановление страны – сложная штука. Свободная воля давно забыта. Нужны знания Бога. И нужна наука. Еще в начале падения Бог дал знания. Люди проявили тогда активность. Они подняли свободы знамя. Но власть проявила оперативность. Люди ушли. Разбитая страна осталась. Родину бросило население. Знания Бог продолжал давать, оказалось, в надежде, что люди придут в движение. Сейчас в стране полное расслоение. Кто-то за власть, но многие против. Странное на Руси поколение. Очень грустный над страной мотив. Теперь деньги определяют способности. Образования нет никакого. Сегодня нет за страну никакой гордости. Страна рабов. Названия нет другого. Но не бывает безвыходного положения. Бог взял управление в свои руки. Пророк должен возглавить движение. Стране еще грозят муки. Тупик в стране вдруг оказался исходом. Страна в отчаянии крикнула «Бог». Написала в Конституции слово «Бог» мимоходом. «Бог» откликнулся и поменял России итог. Люди вспомнили, что есть право свободной воли. Власть согласилась на изменения в Конституции. Уже не важно, какая и за кого доля. Бог в ответ приготовил для страны инструкцию. Безысходная в стране была ситуация. На небе не бросают так просто слова. Начинается светлых сил активизация. Россия в Боге пошла по планете Молва. Все стало к месту. И все стало вовремя. Сегодня меняется солнечный год. Для людей веры Богу, от Бога премия. Преображение Руси будет с Божьим участием. Бог в помощь людям прислал пророка. Он – связь между твердью и небом. Без пророка собираться вместе нет прока. Такого исторического события еще не было. Идея собраться вместе – слова Бога. Люди должны изменить полярность. Для планеты это положительные итоги. Будет восстановлена ее нейтральность. Для людей инструкция – есть доктрина Бога. Ее надо раскрыть людям. Разные доселе должны стать единым потоком. Это преображение планеты. Прелюдия. Есть в России ядро людей в духе. Они должны обратиться к людям. Создатель поможет, конечно, в итоге. Но за Россией сегодня прелюдия. Главная идея от Бога – нейтральность. Для людей – это внутри и снаружи. Два знака вечности – это полярность. Равенство знаков этому служит. Россия – это новая точка отсчета. Ей небом поручено хранить нейтральность. Теперь с России начинается эпохи счет. Ей на века теперь крепить планеты полярность. Аминь, Отец-Абсолют. 1 июля 2021 года. Катрен. Главная идея от Бога – нейтральность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова